Привет, это Сроуд снова Руслан. На улице весна, пока правда холодно, скоро время пикников и в интернете я наткнулся на очень интересное приспособление, назовем его масляная свечка. Суть в том, что ее можно поставить на стол вечером, хороший огонь, приятный свет от свечи, ну и в то же время это не требует никаких огромных вложений, не надо покупать какой-то факел и так далее. И в принципе вы можете использовать любую бутылку, любой формы, которая вам очень нравится. Вот здесь у меня был Кагор, на бутылке написано Надежда. Сейчас мы с вами попытаемся из этого сделать некое подобие настольного факела или настольной большой свечи. Первое, с чем я столкнулся с тем, что нужно сделать из чего-то фильтр. Сначала я купил веревку, но, как оказалось, стопроцентная синтетика отнюдь не желает не гореть, не впитывать масло и передавать его через себя. Пришлось от этой идеи полностью отказаться. Дальше я зашел в хозяйственный простой магазин и попросил фитили. Мне дали фитиль для керосинки, но, увы, при всем его плюсе он оказался довольно-таки короткий. Хотя, если у вас очень маленькая бутылка, я думаю, что вам это подойдет в самый раз. Такой фитилек мне обошелся в 10 рублей. Я думаю, что я попробую из него все-таки что-либо сделать, что мне пригодится. У меня были... Ну и, соответственно, масло. Масло для фитилей. Я купил масло для свечи. Я купил масло для факелов. Продается во всех супермаркетах. Стоит литр 50-60 рублей, что абсолютная мелочь по сравнению с тем, что продается в церковных лавках. Например, масло для лампады и так далее. Ну, если у вас есть другие источники, можете использовать другие источники. И вот такие фитильки. Это стопроцентный хлопок. Как ни странно, мне удалось найти в хозяйственном, купив вот такую швабру. Этих фитилей здесь мне должно хватить на все лето как минимум, а может быть и на очень-очень долго. Поэтому, отделив два таких фитиля, прислонив их к бутылке, я понимаю, что это более чем достаточно. Ну и весь вопрос, как зафиксировать эти фитили в горлышке бутылки. Есть разные способы. Сегодня я вам расскажу об одном, то, что мне первое пришло в голову, исходя из того, что у меня есть в подвале под рукой. Но, в принципе, вариантов довольно-таки много. И выглядят они очень эстетично. Ну, у меня вот здесь есть переходничок от шланга стального, как раз который очень хорошо входит в отверстие горлышка. Продев фитили буквально в него, я получаю фитиль нужной вне длины, которую можно регулировать. Просто опуская или поднимая его. Ну, вот так это будет выглядеть в моей бутылке. Ну, сейчас мы с вами посмотрим, действительно ли это стоящее. Ну, как всегда, предупреждение о безопасности. Жидкость масла для факелов, да и вообще масло для масляных ламп, это довольно-таки горючая жидкость. Поэтому используйте аккуратный, вне открытого огня. Вот мы заливаем примерно пол-литра этой жидкости в бутылку. Опускаем фитиля, даем им пропитаться хорошо. Вот здесь даже очень хорошо внутри видно, как жидкость начинает буквально подниматься на самый-самый верх. Я думаю, что мы ей немножко поможем, добавив сверху, дабы не ждать очень долго, когда это все произойдет. Вот видно, что жидкость пропитала. Ну, что ж, попробуем, как это будет выглядеть. Вот такую свечу можно поставить на стол. Я думаю, это очень активно. И я уже даже представляю себе, как это будет здорово выглядеть. Но еще раз, простая швабра оказалась идеальным фильтром, идеальным фитилем, потому что найти хлопчатую бумажную нить сейчас довольно-таки сложно, потому что в основном все синтетика. Ну, вот, пожалуй, все. Я думаю, что это хороший подарок семье, когда у вас будет летний пикник при свечах. Соответственно, ими же можно подсвечивать территорию вашего участка или где вы отмечаете праздник. Этим же можно украсить стол, если она не одна свеча, а их несколько. Ну, что ж, очень даже мило. Спасибо. 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 Спасибо.